Библейский портал экзегет.ру представляет Иерусалима и молиться о благе этого города, потому что в нем храм. И тут появляется 122-й, еще одна песня восхождения, очень короткая. «К тебе возвожу очи мои, оживущие на небесах, как взгляд рабов следит за рукой господина, взгляд рабы не за рукой госпожи, так наш взор устремляется к Господу, Богу нашему и ждет его милости. Будь милостив к нам, Господь, будь милостив к нам, мы сыты унижениями, по горло сыты душа наша, издевательством надменных, глумлением гордых». Вот смотрите, а здесь он, наконец, заметил Бога. Не то, что он его не замечал в 119-м, он говорил «Господи, спаси!» Но это был крик о помощи. Там он фактически ничего о нем не говорил. Он говорил «Я зову Господа». А вот здесь он, наконец, смотрит на Бога. Ну, понятно, что это метафора, он не физическими глазами на него смотрит. Это очень важная вещь. Смотрите, то есть «Песня восхождения» это действительно подъем по некоторой лестнице. «Боль», «Просьба о помощи», «Утешение». Вот первое, да, прежде чем человеку что-то объяснять, надо его хоть успокоить, утешить. Дальше. «Ты не один», 121-й, наконец, 122-й, «А главное есть Бог, посмотри на него». «Пока еще как раб». Да, мы много найдем разных образов Бога. Здесь это господин, причем не столько строгий, не столько взыскательный, сколько господин или госпожа для женщин, которая нам странно кажется, что Бога с госпожой сравнивают. Но почему? Половое разделение касается людей, а не Бога. Которые кормят их, которые защищают. И вот здесь это еще такая, может быть, самая тоже невысокая ступень, уже четвертая, если считать, от земли, но еще очень невысокая ступень отношений с Богом. Нам показали в 118-м псалме, какие они бывают сложные, роскошные, такие удивительные. А вот тут к этому надо еще дойти, к этому надо еще подняться. И псалмы «Восхождение» нам помогают это сделать. Следующий 123-й позволит нам задуматься. Ну да, вот есть Бог, а зачем Он нам? 123-й подскажет.